итак земля цены мы продолжаем играть вот священного на 42 и мы переходим в наступление немец дрожит и вот начинает задавать позиции немец начинает терять большие русские своей армии и нести ранее большие потери людях так и в снаряжении рано или поздно мы его допушим так что если вы еще друг не подписаны для подписывайтесь нам уже продолжаем и пока на центральном фронте на южном мы переходим наступление на северном наконец-таки был достроен пункт снабжения который позволит нам сейчас перейти и здесь в наступление шикарно ну и здесь финн конечно же против нас не устоит хотя и какое-то время постоит как он здесь очень хорошо укреплен но у нас здесь не удержат нажимаемся за говоря еще здесь объем производства и в принципе вот это наверное тоже неплохо под этими сейчас мы будем агитропами продолжать воевать здесь конечно нас пытаются все немцы становись но я думаю вас немного до камбэка ленинграда и вот ленинград на последних усилиях каких-то держится но я вам скажу все еще держится и мы начинаем крайне мере мешать противнику атаковать наши две ели живые дивизии здесь которые держатся реально на честном слове и духе но но концы есть и в принципе мы расширяем наш здесь плацдарм потихоньку потихоньку начинаем давить туда на немцев я вижу здесь они повозили войска и знаете чем-то связано с тем что они по приводили войска сюда из-за чего у меня здесь опять небольшие проблемы но я уже перебрасываю все дополнительные силы я думаю я также здесь окружу как в прошлый раз потому что здесь как раз таки такая ловушка мы сюда пошли нас пробало снабжение потому что вот здесь пункты снабжения и вот здесь то есть здесь их нету и они доходят сюда тоже здесь пункты снабжения вот с той стороны а здесь внутри их нету ну сейчас мы их окружим а соответственно это направление с которого немец снял ну действительно по ощущениям все силы мы просто будем продолжать идти вперед не встречая практически сопротивления у ботов почему-то очень-очень есть какой-то фокус на то чтобы юг взять они что-то очень много всегда войска заводит вот курска уже освобожден и начинаются путинку бои за харьков немцы не имеют реальных сил чтобы его оборонять мы конечно здесь не имеем реальных сил чтобы прямо сейчас его взять но это лишь вопрос времени а можно на других фондах видите и в других вот рядом территориях вообще ничего нету а значит здесь мы точно продвигаемся вперед и это шикарно сейчас будет освобождаться смоленск я чувствую сейчас немец не понимаю что его окружают будет окружен нашими иском здесь но господи ленинград последняя дивизия они успеют взять мне кажется и конечно сейчас очень неплохо немцы здесь за это накажем но из-за того что они взяли эту провинцию принципе они соединятся но они соединились уже с финном и получать будут снабжение от финна а возможно стоит начать здесь как-то пробиваться с этой стороны в том числе собрание смоленска и красно зря на разрушение жители встречают нас благодарностью прекрасно очень важную доктрину сейчас на минус габариты и минус расход припасов сейчас у меня дивизия будет вообще не готова к такому но попозже я пожалуй ставлю сюда еще наверное артиллерию будет раз двадцатка новая и будет такая плотная досадка сейчас это поможет мне тем что у меня ширина фронта везде должна посокращаться по идее должно побольше входить в бой хотя ну прям реального преимущества пока вы не сделали новый шаблон это не должно давать и принципе нам и не дает сразу смоленском начинают уже боится битебск скоро витебск могилёв помер все будет освобождено питер ленинград был сожалению все таки потерян скоро мы защитников освободим обратно катастрофа но нет его совсем скоро от объем основой пехотка и опасная сейчас менять туда я буду менять потому что мы стремимся к лучшему и в принципе потому что ну у нас почти все окей там ассистенность росла конечно сейчас она упадет жестко но я думаю мы это можем пережить кроме того я бы наверное подраспустил часть своих дивизий и таким образом решил проблему с текущим снаряжением а здесь немцы в 10 видите нас не могут добить войска без снабжения немецкие и все это потихоньку будет окружаться снова теперь мы сейчас будем штурмовать снова ленинград они они но вы должны его по идее взять быстро и кстати говоря после того как взяли ленинград почему-то финна отсюда убрали дивизии куда-то них увели куда я не знаю он нам это и не нужно знать нам достаточно знать то что сейчас мы можем здесь спокойно наступать и освобождать нашу территорию освобождение харькова ура товарищи и да если мы взяли харьков и вот это вот несколько наступление на юге совсем скоро будет полностью прихлопнуто осталась небольшая транспортная артерия потом они смогут пойти и снабжать по морю кое-как но тоже ненадолго нам достаточно будет взять на в российстве того чтобы это прикрыть вот и говорил здесь открывается в концернах самые крутые бафы на объем производства и мы их конечно берем и у нас потихоньку начинает достраиваться синтетика что-то также очень радует нам очень не хватает резины и тихи на ресурсам тоже начинаем качать потому что нам тоже не хватает альфрама пать его нужно только по конвой маковых у нас пока вообще нету и финны чувствуя что их тузы оголились также отсюда вот выводят дивизии а мы только за в общем то почему бы и нет выбираем наши территории раньше и переходим на территории финнов нужно оставить их капитулировать это освободит нам весь северный фронт и мы продолжаем расширять доктрину ракосовского уже третий трейд будет так каждый раз все сильнее и сильнее а здесь мы вернули псков поставок он включится этом фронте мы сможем додавить я думаю прибалтику появляется новый корпус самолета и мы конечно же его сразу и строим а нам конечно игра дает лучшую иконку для этого но нет мы возьмем более-менее нормально все еще нам не хватает резины для этого чуда всего резина идет на уверенными шагами к нам идет и ну так вот перешли в атаку несколькими дивизиями мы сейчас данной дивизии конечно же окружим и уничтожим параллельно продолжаю проникать о смотрите-ка ими хотят перемирия я все-таки видите да захватывал видимо достаточно финнов и они готовы мириться я не против я не против там чуть-чуть там стрижение кого-то отправят опыта политки по политка кстати очень кстати карно ну что американцев можно наверное до заказать еще пехотки и дубки по идее этого не хватает самолет конечно тоже не хватает но водку надо в первую очередь и здесь стойлый фронт теперь свободен и карно а вот на сервере мы сейчас и нару возьмем правильно окружающих немцев и танки какие-то очень нас медленные а прекрасно при нас есть еще один пункт снабжения рон достаточно уверенный здесь мы и мы и враги наш сайт без снабжения поэтому фронт особо не двигается и советму новороссийск задавлю здесь сталина и немцы будут в ловушке джекер ушки и вот фронт окрашивается все более зелеными цветами да здесь кое-что красное но это временно а мы здесь все не добили и наша авиация потихоньку потихоньку становится какой-то нормальный но без резины конечно я за нас все еще не будет хотя осталось буквально чуть и вот наши танки обрезают сейчас линию снабжения по земле и забирают сталина прекрасно переснабжение здесь по идее должна начаться переснава россии с которой мы тоже по идее должны сразу почти отбить будет авиация помогать в этом насколько это возможно и здесь братва рвется кора стол заберем ростов еще минут будет устанавливать здесь тоже по морю может снабжаться в теории отсюда визита поиска сейчас будут выбиты в российск возьмем ростов возьмем иметь будет уничтожен повершение поиска польского на востоке допустим звучит звучит приятно парочку дивизии всегда получить хорошо и более они очень обучены и имеют ну солидные и что еще нам дает здесь там же не точнее им я понял что еще вот сюда тоже может быть снабжение значит нам нужно отрезать керчь от снабжения немецкого так минск освобожден прекрасно уже беларусь потихоньку потихоньку становится все свободнее это не может не радовать же можем на севере здесь вот давить в норвегию я думаю супер минимально мы одна уж потому что есть там же не нет мы можем куда-то отпустить но в один момент у нас будет аналогичная ситуация здесь снабжение есть а вот здесь везде нет а у них где-то здесь появится а мы кушать не сможем так что буквально чуть-чуть это пихнем их и остановить вы смотрите от отрезали мы их здесь они могут пытаться здесь выбегать но я вижу что отсюда не выводит войска либо по крайней мере пытаются конечно же постараемся по максимуму и здесь задушить по максимуму войск уничтожить параллельно с этим начинаем я сказал такое полномасштабное здесь наступление потому что нам и здесь тоже нужно двигать фронт дальше это занимаем расстав тоже еще одна важная доктрина на прорыв и организацию очень определиться особенно учитывая что мы только основном пехоты сейчас его и я думаю можно раскрыть разведана 30 дней потому что сейчас активная фаза боев вот на освобождение ростова-на-дону и красно так город разрушен но мы его перестроим и ставим сопротивление пока что немцы оказывают на болотах вот здесь вот под белоруссию потому что у нас здесь не так много войск но ну и нас принципе фокус сейчас был на южное направление закончим с ним я думаю займемся и болотами беларуси 3 бегут бегут немцы понимают что все упал провалился полностью то можно сказать пытайтесь пытайтесь убежать но я вам конечно я позволю о мире постараюсь не позволить вот они отступающие немецкие войска пытаются сбежать через крым но мы здесь ловим конечно до часть успела выбежать достаточно успешно но здесь все еще неплохое количество дивизии так посмотреть чуть ли не под сотку будет красно это вся вот эта куча дивизии теперь будет практически полностью свободная часть распустил и наверно распущу еще а после можно будет поставить пожалуй автоплан а вот и крым освобождается и последние пути отступления для немцев тут вот-вот отжаты если взять керчь то произойдет крайне скоро здесь мы забираем краснодар на который немцы до последнего держались этом вся группировка немецкая здесь теперь вся группировка си здесь ничтожно будет очень небольшое локальное окружение вот здесь происходит приятная для нас и чуть-чуть остается здесь того чтобы добить все это чудо и кара и конечно же успешно доктор роксовского мы развиваем и дальше тут же на кстати говоря появляется вон атака и обороны пехотных дивизий про до этого они пишут атака не было туда но из самого сильного здесь конечно же это планирование и пока и защита танковые двери которые точечно помогают нам пробиваться и я бы сказал можно заказать прям побольше танков и и наконец-таки перейти на автоплан и получилось какое-то вот такое чудо у нас примерно два фильта по 24 танки я засунул к лучшему фиду чтобы он получше статы имел все примерно просто и понятно она так всем а вот это у нас прошло на вот это сюда поставить а кроме этого мы в общем-то я думаю готовы с 22 так вот и видеть стирать кстати говоря британия высадила в гамбурге это приятно как минимум из дала связка что для нормального продвижения все еще не будет но тут уже говорится увы что есть то есть в моде очень как-то не продумано то что у тебя синтетики вообще нету резина никакой нигде нету и никаких бахов на синтетику тоже нету хотя казалось бы вот в таком мире все вы пошли полетели делать синтетику но увы сейчас наши дивизии будут здесь бесконечно бегать но рано или поздно они найдут свой домой я хочу поехать через жидко противника все правильно да брат и ты правильно все меня поняла молодец и следующая наша цель это чуть на киев поэтому наши танковые соединения поедут сюда только пожалуйста по нормальным мы начинаем обучать нашу авиацию есть сейчас нам и нужно воевать нигде в воздухе поэтому начинаем работать на будущее и начинаем ставить побольше побольше ресурсов начал я именно с 3 доктрины потому что здесь есть забавный такой факт в этой игре тебе для ресурсов нужно именно добычи ресурсов там 234 то есть если ты не знаю не умеешь копать какой то ты уже можешь добывать буровыми установками нефти прямо из моря потому что это ты умеешь а все до этого ты не умеешь и кажется как-то им надо сделать последовательно как во многих модах и немцы посмотрите пытаются что-то сделать пришли они в атаку даже ну удачи им с такими приколами все что я могу сказать а потери выглядит как-то вот так то есть германия потеряла очень много людей но запасы ресурсов все еще у них есть людских и тратим дальше но мы здесь вот потихонечку сейчас будем давить я думаю достаточно успешно так и есть мы уже выходим сейчас под киев и заберем я думаю с насколько киев без особых проблем или по крайней мере вот здесь вот окружим вот эти войска вражеские у меня тоже неплохо устроит может сигаре опять нажать смерть оккупантом я это опять нажму вы нет очень неприятная для них ука не вижу чтобы она только работа а нет работает все хорошо а это колонии у нас здесь нет наскорок это странно потому что но это беларусь должна быть наскоркой советского союза я понимаю что здесь нет в те тоже не очень нет здесь тоже есть все правильно должны быть вот в бессарабе не должна быть вся белару нет очень странно это здесь сделано допустим так или иначе и следующий мы возьмем этот бабчик себе 10 атаки 5 защиты как у нас появится политка на этом и вот резина появляется нехватки наше снаряжение заканчиваются можно подсократить немножечко производства о ненужным пунктам я бы так сказал это и до наращивать наращивать производство сейчас авиации жестко и . это достроим я думаю на мои более чем хватит нас еще два тем более следования тут есть вольфрам у нас теперь имеется прекрасно скоро мы будем готовы начать полу масштабное наступление везде британии высокие не очень спешно хотя в норвегии может что-то и получится я здесь кстати отступил видимо когда перегруппировал эти сюда обратно дивизия просто не стараться здесь стоять я не против это пригнал 4 дивизия через дивизии не будет где-то еще одна так тринка но это просто организации скорость восстановления не сильно как и это так что может мы вы вообще качать город стрелков дальше наступает зима и ними столько ярость не начинают пытаться атаковать нас я не против пускай нам-то говорится какие минусы у нас будут вас все прекрасно сейчас накапливаем авиацию танки накапливаем и я думаю летом 44 перейдем в наступление которое закончится в берлине еще заметил что я делал авиацию на авианосце придется из-за этого немножко потерять эффективности и делать не на авианосце смотрите-ка как раз к лету у нас будет финальная доктрина ракосовского про и мы должны просто пронести в мясо их и можно пока еще зима в принципе пойти и пропушить прибалтику хотел сказать я но они нас пробивают интересный факт значит что нам нужно улучшать наши танки принципе у нас как раз сейчас подходит новое шасси и добавляем наверно уже в нашу дивизию нас еще будет нехватка 5000 единиц артиллерии но ей мы потихоньку займемся нормально это я бы сказал пределах допустимых минусов и случился забавный момент с германией германии закончились в общем-то людям но людских ресурсов у них там будут наверно новые рождаться и чуть-чуть может мобилизироваться хотел им уже здесь процентов мобилизированы пара немца переходить на все взрослые проходят службу рано или поздно гитлер пойдет на это вот американцев мы заказываем еще 200 тысяч арты раз то что нам надо шикарно и вот под ригой урожение которое начнет наше освобождение прибалтики забрали мы там провинцию но почти забрали сейчас заберем и будем после этого двигаться в ригу еще одно станет облаканах смотреть там периодически просто в минус русские ресурсы даются приятно приятно не сам а вот и ригу мы можем через двух направлений задушить поддержим еще пехоткой возможности но и даль танки наши просто проламывают оборону реки здесь уже и зима закончилась поэтому состава тем более проще теперь нужно закончить с прибалтикой можно начинать полномасштабное наступление как раз где-то я думаю в мае и на фоне того что мы начинаем и на использовать авиации в принципе мы начинаем активно строить я иду по фокусам авиации пройду вот сюда вафа на производство будут приятные кстати вроде как и потом сюда на эффективность это убрать все наши дебафы у нас все еще авиация очень неплохо с дебафом хотя подождите моему нас уже убраны эти дебафы получим сверху баф и сейчас узнаем и потихоньку пытаются они из-за таллина валить неудивительно но мы будем пытаться им этого не позволить вниз все у нас получится наверняка кто-то сбежит но я думаю большая часть останется наш плену также заказу себе 500 самолетов пополнит у нас вот здесь вот самолеты конечно он брелаться самолет так себе но нам самое главное бы немецкие самолет закончились и наши пополнились так или иначе потихоньку они до заканчиваются прекрасно также здесь мы начинаем штурм киева пока что это вряд ли будет сильно успешно но несколькими волнами я думаю мы его сможем здесь забрать подготовка к будущему и вот уже даже вторая волна зеленым конечно это не обязательно будет действительно зеленый лет операции кстати авиация можете видеть разменивается уже очень успешный путь шикарно так нам и надо размениваться германская авиация оказывает себя не лучшим можно сказать перед нам нужен воздух над киевом и мы начинаем кружать киев нашими танковыми соединениями принципе параллельно с этим еще и пехота его успешно вообще не пробиваем вот окружение под киевом немецкой 24 дивизии приятно также на штанг начинают здесь пушить и да все выглядит прекрасно для нас и в освобожден передаем здесь наступление параллельно добивая группировку там на севере я думаю подрежем мы немцев и до мебеля после чего уже можем нажимать галочку автоплана но пожалуй давайте все это произойдет в следующей серии как и наверное в японии мы что-нибудь тоже сделаем в следующей серии там все еще есть фронт которым я не занимаюсь вам был обгай обязательно подписывайтесь лишь друг не подписаны лайк и комментарий то есть крут быстро все как обычно и до скорых встреч всем пока